Сегодня на Стольный Град Екатерины обрушилось поистине историческое событие. С поста президента фонда «Город без наркотиков» добровольно ушел наш большой друг и православный брат Андрей Кабанов, которого все друзья знают как Дюшу. Он написал официальное заявление об отставке, отчитался об этом в Фейсбуке и ушел. Но, как заметил сам, ушел, но недалеко. В фонде Дюша Кабанов остался советником президента, а новым президентом фонда общее собрание учредителей назначило нашего друга и моего брата по алтарю Тимофея Жукова, парня молодого, 24-летнего, но уже зарекомендовавшего себя хорошим депутатом городской думы и активным общественником. А еще мы с этим парнем причащаемся с одной чаши. Сам Дюша Кабанов объяснил причину своей добровольной отставки тем, что он в силу возраста, а ему недавно стукнуло 59, перестал понимать язык наркоманов, уже не может общаться с ними на равных, а Тимофею 24, и он с нарколыгами общий язык находит. Впрочем, дало от себя тяну. Цитирую прощальное послание Дюши Кабанова по Фейсбуку. А главное, наркоманская аудитория теперь помолодела, а мы нет. Но не могу я с ними разговаривать на равных. Мы родились в разных эпохах. Я в эпоху телевизора КВН, а они в эпоху iPad, YouTube, Wi-Fi и IPTV. Мы в классе записками перебрасывались, а не смсками. Я в фанерном трамвае на полном доверии монетки в кассу бросал и билет сам отматывал. А у них никому не сообщайте пин-код вашей кредитной карты. А если хотели человеку сказать, что он мразь, говорили лично, в лицо, не боясь последствий, а не в интернет-чате под вымышленным именем. Конец цитаты. В своем послании Дюша Кабанов кратко напомнил историю фонда, созданного в 1998 году, когда нарки как зомби бродили по городу толпами. И Дюша стоял у самых истоков антинаркотической борьбы. Мы, ТАУ, сотрудничать с фондом стали в 1999, когда случилась реальная антинаркотическая революция. Дюша всегда был вице-президентом фонда. Возглавил он фонд в 2014 году, когда были очень непростые времена. Долги, работа почти прекращена, и Дюше казалось, что надо закрывать фонд. Но пришли его друзья-основатели и убедили возглавить фонд, который, безусловно, является одной из ярчайших визиток Екатеринбурга. В котором ситуация с наркоманией за 20 лет стала значительно лучше, в том числе благодаря фонду. И вот Дюша ушел с поста президента. И это история из цикла «Дорогу молодым». Конечно, есть опасения, что новый президент фонда Тимофей Жуков слишком молод и может не выдержать давление на фонд, который вдруг может объявиться. А на фонд давили всегда, особенно сильно, в нулевые. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Фонд дело делает благое. Мы ему помогаем информационно. В общем, как написал Дюша Кабанов, не буду затягивать, я тоже на посошок цитирую Дюшо. Знаю Тимофея уже 5 лет. Работать он умеет, разговаривать тоже. Задницей не крутит и не переубывается. Ребята, которые его окружают, тоже достойные. Уверен, что он справится. Да и мы, старички, далеко не пойдем. Рядом будем. Если что, подскажем, посоветуем. Удачи тебе, Тимофей. Конец цитаты. Присоединяемся. Братка, не боись. Если что, тоже. Подскажем, посоветуем, поможем. Чисто по-братски.